Найс, 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 а вот и мутантик с дрыном наперевес, может он мирный, там его приручить можно, я имею ввиду напарники взять, как в третьем, да, но что-то он не внушает доверия, конечно, с таким дрыном там, наперевес стал, в скрытности его, сейчас засандалить прям в башню ему, с лазерного, давайте попробуем, во, скрытая атака, Блин, он сирену что ли включил, ой-ой-ой, бля, блин, он сирену включил, а, блядь, меня сейчас уговорят, тихо, отходим, ребят Доброго времени суток, подписчики, зрители канала Итак, продолжаем двигать в Фолыч, в прошлой серии мы зачистили, зачистили с вами, выбрались из почтового отделения, отстреливали там супермутанты Зачистили его и следовательно сейчас предлагаю дальше, основной наш курс это Даймонд Сити, тут совсем нам недалеко осталось немного пройтись, поэтому думаю в эту серию доберемся Будем ознакомимся с городком, там обоснуемся, купим квартиру, соответственно, основное, ну так, место проживания будет этот городок у нас с вами Да, кстати, ребят, установил я модификацию новую, под видео, под описанием будет ссылка, которая позволяет нам регулировать, так сказать, появление спаун легендарных врагов Как вообще убирать, так и добавлять Я поставил трехкратное, ну, в три раза чаще они будут появляться у нас, чтобы жизнь малиной не казалась Ну и, соответственно, там еще поставил моди, которые позволяют регулировать уровень, урон, да Еще он там подработал, он у нас и так стоял, реалистикс, этот, дэмэдж Но он на легендарных сделал, на легендарных там по три урона множители, соответственно, я его тоже установил Будем работать, попробуем, как у нас все это получится с вами выживать Ну, а на данном этапе, конечно, идем в город Не обращаем внимания ни на какие локации по пути, нами открываемые сейчас То есть, основная наша задача, задача попасть в Diamond City Там будем с вами обживаться квестами и всем остальным Да, кстати, у меня на руках хороший ствол, мы нашли в прошлой серии Его можно будет модифицировать и неплохо, да Вообще, я для себя решил так, что будем, наверное, 3-4 ствола на руках иметь Так, вот, сейчас мы через мост перемахнем и вон он, этот городок 3-4 ствола, на мой взгляд, достаточно Там, допустим, вот лазерный ствол, какой-нибудь убойный снайперский Найдем тот же карабин под 308 калибр и модифицируем его Из него можно хорошую пушку сделать, снайперскую Далее, дробовичок также найдем, у нас сейчас 2-х стволка имеется Так, опять какую-то локацию новую нашли, но мы не обращаем внимания А идем, да, а идем конкретно в Diamond City Соответственно, боевой дробовичок, лазерная и снайперская Вполне этого достаточно, чтобы выживать, здесь неплохо, я думаю Так, все, входим мы в Diamond City, ребят Не обращаем сейчас внимания, там, я помню, заварушка будет У охраны этого городка с супермутантами сейчас, чуть дальше Но мы игнорируем это пока что, потом им поможем Потому что, во-первых, забит я под жвак Босян тоже там хлама немерено Не вижу смысла, они там справятся сами пока что Без нас, я думаю, да Мы же направляемся в город Слышите, да, там бой уже идет Так, да, они тут мутантов шмаляют Вон, ага Пусть шмаляют, никуда это Ну, то есть, от нас не денется Мы всегда придем, поможем Это надолго Сейчас не время помогать У нас некуда собирать все эти вещи Побыстрее уже добраться до города Тут, тем более, мы уже, по-моему, пришли, да Так, а, ну, в принципе, дальше, по-моему, проход То есть, вот она, основная точка пребывания То же самое, типа, как мегатонна в Фоллауте третьем Тут и торговцы вам Тут и квестовики различные И вообще, все, что хочешь Бары, рестораны Ну, такой цивильный городок По меркам этого мира Что значит, не могу открыть ворота Дэнни, хватит валять дурака Я тут стою на открытом месте, если ты не видишь У меня приказ не впускать вас, миссис Пайпер Извините, такая у меня работа Такая работа, говоришь Твоя работа защищать Даймонд Сити Нужно впускать тех, кто способствует его развитию Прошу прощения, Пайпер Но Макдонах рвет и меч Говорит, что в статье сплошная ложь Весь город теперь на ушах стоит После твоих статей Какого хрена Немедленно открывай ворота Дэнни Салливан Ты что, забыл на прошлой неделе И как я тебе задницу надрала Ты явно этого не помнишь Ну, стоит мне только Войти, мы с тобой поговорим Ой, поговорим Слушай, ты хочешь попасть в Даймонд Сити, верно? Ты кто такая? Тихо, подыграй мне Так ты говоришь, что у тебя караван с товарами из Куинс И у вас хватит товаров, чтобы магазины на месяц вперед снабдить? Дэнни, ты это слышал? Хочешь открыть ворота и впустить нас? Или хочешь сам объяснять это Этой безумной Мирне, почему у нее на полке опустили? Ну, ладно, ладно Я-то в чем виноват? Сейчас, минуточку Так, проходи быстрее, пока Дэнни не прочухал, что его дурачили Так, отлично, вот вам и Даймонд Сити Сейчас будем осваиваться Что вообще за городок? Расскажи поподробнее О, наш зеленый самоцвет Все, кто знает хоть что-то в содружестве Либо родились здесь, либо пришли сюда жить Либо в какой-то момент были отсюда вышвырнуты У нас высокая стена, работает канализация, есть электричество, школы, суровые охранники Вот такой у нас город, нравится тебе это или нет? Скоро все увидишь своими глазами Пойдем Отлично, ребята, сколько серий мы сюда двигались, да? Там три, четыре серии, наконец-то добрались Вот мой основной пункт проживания в этой игре, ребят Отлично, пойдемте пообщаемся Ах ты мерзкая, лживая подстрекательница В этой твоей газетенке одно дичайшее вранье Я твой станок на запчасти разберу Это официальное заявление, мистер Макдонах Мэр Тиран, атакует свободную прессу Что за газета? А моя газета, общественное событие называется Последний оплод истины Ты со мной или нет? Ну давайте поддержим ее Понравилась мне эта девчушка Свобода прессы мне всегда импонировала О, достопочтенный сэр, я не имел в виду вас Не подумайте, не-не-нет Вы похожи на того, кому надеется Найдется место в Даймонд Сити Добро пожаловать в великий зеленый самоцвет Содружества Безопасное счастье Отличное место, чтобы потратить деньги Или обосноваться здесь И не слушайте, что говорит эта скандалистка, ладно? О чем вы вообще спорите? А ты как думаешь? Пока газеты несут чушь Всех все устраивать Но попробуй только заикнуться об истине Так, что вообще у вас в Даймонд Сити имеется? У нас здесь и школы, и электричество И, пожалуйста, тебе все на выбор Гостиницы, можно прикупить Так, что-то с диалогом Прикупить все, распродаться, закупиться А, надо было ближе подойти Но я хотел бы поговорить о вас Расскажите, что вас сюда привело Да я ищу кое-что И что же вы ищете? Так, давай попробуем С кем мне поговорить насчет пропавшего человека? Так, не знаю, что с диалогом Не слушайте ее К сожалению, наша служба безопасности Не в состоянии расследовать каждое дело Но вам мы сможем помочь, я уверен В Даймонд Сити способны оказать любую услугу Несомненно, кто-нибудь из наших достойных горожан Сможет выделить для вас время И вы пообщаетесь по поводу вашей проблемы А кто конкретно мне? То есть эти диалоги мы, ребят, с вами прокачиваем Тут появилась очередная возможность Всегда это следует делать Не игнорируйте их Ну, для тех, кто вообще первый раз Даже если вам не нравится то, что он спрашивает Потому как это позволяет прокачать уровень Ну, а кто же нам с вами все-таки сможет помочь? Как мэр этого прекрасного города Вы, наверное, всех знаете Кто бы мог мне помочь? Простите, у меня нет времени, чтобы дальше отвечать на вопросы Я очень занятой человек Приятного пребывания в нашем городе Это скандал Я требую истины Макдонах, мать твою По какой причине служба безопасности Всегда пытается уклониться от разговора О пропавших людях? Хватит с меня, Пайпер С этого момента я с тебя и с твоей мелкой сестрички Глаз не спущу Хорошо, мы это еще на это посмотрим Ха, личное приветствие от самого мэра Даймонд Сити Чувствуете, какой почет? Ладно, мне нужно идти Зайдите ко мне в офис потом У меня есть идеи новой публикации Для которой вы идеально подходите Ну, слушай, почему бы с ней не поработать? Я помню, что ее еще потом можно будет в напарнице взять По желанию там Вообще, я работал с Валентайном Великолепный синт-андроид Помните, да? Мне нравилось с ним двигаться Так, кто тут у нас? Вообще, кто нас не пускал? Ну, нет, похоже, вот этот чудачок Попробуем сейчас с ним прокачаться немного Там можно убедить его Это про вас мне Пайпер говорила Что-то мне подсказывает Она мне снова лапшу на уши навешала Правильно? Вот, то есть можно у нас Этот вариант и этот Такое уж бывало, да? Простите? Мне не хотелось вам врать, офицер Но все случилось так быстро Отлично, убедили Вы не первый, кто Пайпер Втянул Вы не первый, кого Пайпер Втянул в неприятную историю Если бы я что-то решил Мы бы вас обоих без проблем Впустили Но тут командует мэр Ну и вы сами видели Насколько он зол А что вас привело в наш город? Будьте любезны Укажите причину в журнале Что вообще можешь сказать Все нервничают из-за института И мы не можем подливать масло в огонь Официальным расследованием Что если начнется паника? Так, попробуем еще раз убедить Да? Уже посложнее Ну-ка Дэни, мне нужна кое-какая информация Неофициально Попытка не удалась Видите как? Прости, я не могу У нас приказ Да? Что за институт? Вот черт Слушайте, мне не надо было это говорить На них просто все все сваливают Когда что-нибудь неприятное случается Если вам очень интересно То в городе есть целая газета Которая все никак не оставит эту тему Общественные события Пайпер возглавляет ее С ней пообщаешься Ладно, ну подкупить 50 крышек Да? Там информацию даст Пока не вижу в этом надобности Потому как, я думаю, всю эту информацию Мы с вами свободно вырулим Так, это у нас лифт к мэру туда Мы пойдем другим путем Все, заходим в городок Изучаем, знакомимся В эту серию будем тщательным образом Изучать этот городишко Даймонд Сити, так называемый Так, ну что, отлично, отлично, Босян Ты посмотри, какая красота Тут целая ярмарка у них Сколько, кстати говоря, времени Ну у нас время, ребят, уже тут 8.28 По вечеру, блин Так сказать, да Так, ну начнем, наверное, с этой журналистки Привет, малышка Как у нас продажи? С нее и начнем, ребят Печатный пресс работает на износ Мотор скоро сдохнет Ты уже это не первую неделю говоришь А старичок все пашет Не волнуйся ты так Я пойду к себе в офис Если увидишь разозленных политиков поблизости Свисти мне Мне Я тебе помогу Хорошо, Пайпер Так, начнем так Ну, зачехлимся, наверное Зачем нам встать? Бесплатная газета для новоприбывших Институт безумствует Что за институт? Можешь рассказать поподробнее? Мистер, вы разве не слышали про институт? Они похищают людей посреди ночи И больше всех И больше это никого не интересует В газете все написано Кто пропал? Бродяги, местные жители, снобы с верхних трибун Каждый год кто-нибудь пропадает И все знают причину Так что будьте осторожны Институт вас может в любой момент ссапать Про это есть в газете Кстати, давайте почитаем Раз мы тщательным образом подошли к прохождению Будем все читать, изучать То есть, эта серия Не ждите я, судя по всему Я так понимаю, ребят По времени на экшенам Скорее всего, вся серия уйдет на знакомство И то, если хватит этой серии Тут городок более-менее большой Много с кем есть пообщаться Хорошо, давай свою газетку Почитаем Вы просто бедная овечка в волчьем логове, мистер А что вы вообще делаете в Даймонд Сити? А что ты мне скажешь про Даймонд Сити? Тут куча магазинов, где на тебя наорут Если хоть что-нибудь тронешь И мэр, который на тебя наорет Если ты хоть как-нибудь влезешь в его дела Так что тут главное правило Ничего не трогай и молчи Ну, я кое-кого ищу Дайте-ка угадаю Кто-то пропал А вот об этом я вам и толкую И кто же это? Ну, пока так скажем А с кем мне поговорить насчет пропавшего человека? Вам не повезло В Даймонд Сити пропавших людей не ищут Это же явный признак того, что в деле Замешан институт Никто не захочет привлекать к себе внимание института Так, давайте попробуем убедить А кто же все-таки у нас понаглее И сможет влезть в эти дела Ты смышленая девочка Есть в городе кто-то, кто не боится института? Отлично, убедили ребят Ну, есть наш детектив, мистер Ник Валентайн Он ничего не боится Если кто и возьмется вам помочь, так это он Вот этот вот бродяга, мне нравилось с ним двигаться По пустошам Ну, спасибо тебе, дорогая Как-нибудь забегу к вам А, ну, давайте спросим про Валентайна Что еще за мистер Валентайн? Я знаю, взрослые, которые к нему ходят В этом не признаются Всегда так, правда? Чем больше помогаешь людям, тем меньше благодарности Но он детектив местный И помогает различные, раскручивает дела Ладно, спасибо Ты мне здорово помогла Помни, институт всегда рядом Будь на чеку Хорошо, запомни Отлично, видите, первое наше знакомство с девочкой Да? То есть она нам расклад кое-какой дала Давайте вот сюда куда-нибудь отойдем Это вообще что за куда вход? Общественное событие Вот, кстати, надо будет сейчас зайти И почитаем, что же там за газета И такой пресловутый институт Нас пугают Да? Разное ищем Что оно там за Так сказать Вот Синтетическая правда, судя по всему Давайте внимательно почитаем Интересно же все-таки Так, октябрь 2287 Синтетическое будущее Автор Пайпер Райт Лапша Мы все ее едим Мы все ее любим И энергичная лапша Diamond City Уталяет наш голод Вот уже 15 лет Начиная с механического звучания Запрограммированного Японского языка Такахаси И заканчивая ароматным баром Над каждой миской И обжигающим вкусом Каждой порции Заказ и употребление лапши Одно из удовольствий Объединяющих множество людей Но так ли это? И знак вопроса Короче говоря, тут видишь С намеком она Лапша на ушах Тут получается у местных жителей Висит Оттакахаси Мы сейчас будем Во всей этой Так сказать Богодельни Разбираться Ребят с вами Предстоит Долгое Масштабное Прохождение Данной игры Тот же самый вопрос Я задала себя Сидя за стойкой В энергичной лапше В прошлую среду Чуть позже С 17 часов И наслаждаясь ужином Как и много раз до этого И тогда я заметила Как наш мэр Макдонах Сел на табурет И приступил К тому же самому ритуалу Вытянул правую руку Открыл рот Начал сживать До употребления лапши Удовольствие Удовольствие Знакомое Практически Каждому жителю Даймонд Сити Должно быть Так же считали Жители Даймонд Сити Почти 60 лет назад В необычный Теплый Майский Вечер 2229 Года Сидя за той же Самой стойкой Но это Было еще до Такахаси И его лапши Когда в этом баре Подавали Ледяную Ядерколу Пенистое пиво И крепкий виски Бармена Звали Генри И тем вечером Он обеспечивал Посетителям Простое человеческое Удовольствие Алкоголь Курение Разговоры И смех До тех пор Пока не случилась Трагедия Среди нас Немало людей Немного людей Которым возраст Позволяет помнить Тот вечер Хотя некоторые Из городских гулей Могли бы много О нем рассказать Если бы их всех Не выгнали В соответствии С указом Мэра Макдоннаха Но есть среди нас Один человек Который помнит События того вечера И помнит Очень отчетливо Всеми уважаемая Юстас Хоторм Которая поведала Свою историю В эксклюзивном Нашем интервью Общественным событиям Предлагаю вам Это интервью О да Кстати говоря Я была там Сидела прямо у стойки Как ты сейчас Сидишь передо мной Мне было тогда 22 И я просто Хотела отдохнуть За стеной Я была в безопасности Как и все мы Так что могло случиться И должна сказать Пока рядом Был мистер Картер Я об этом Даже не задумывалась Он приехал В город В тот же день Сказал Что прибыл Откуда-то С запада Мне это не особо Волновало Меня интересовала Лишь его улыбка И его смех И то Как рядом с ним Все было комфортно Тем вечером В баре Мы все окружили его Всем хотелось Перекинуться С ним словечком Или послушать Байки о содружестве И мистер Картер Был только рад нам Все было так чудесно До тех пор Пока Все не кончилось Юстас продолжила Свой рассказ О том вечере И моменте Когда положение Резко изменилось И все узнали Правду О мистере Картере Мы Пили и болтали Вот уже часа три Мистер Картер За это время Выпил Четыре или пять Рюмок Он казался Немного поддатым Как и все мы А потом вдруг Что-то произошло Он улыбнулся Но в одно мгновение Улыбка вдруг Исчезла с его лица А его щека Начала как-то Странно подергиваться Я помню Как смотрела на него И помню Все будто Это было вчера Он сунул руку Во внутренний карман Достал револьвер И вдруг Бах Выстрелил Генри Барману Прямо в голову Даже не моргнув Совершенно каменным лицом Мистер Картер Убил Генри Так непринужденно Будто платил За выпивку Но его щека Так и продолжала Дергаться И я Тебе скажу С этого момента Начался Самый настоящий Кошмар Разумеется Юстас Описывает Печально известное Событие Под названием Треснувшая маска Когда народ Содружества Узнал что Институт Призрачная Научная Организация Выпускавшая Боевых андроидов Создала Модель Андроида Которая Легко могла Проникнуть В человеческое Общество Жители Даймонд Сити Даже не подозревали Об этом Но каким-то образом Институт Превратил своих Андроидов В настоящих Синтетических Гуманоидов Синтов Убив Генри Генри Мистер Картер Выстрелил В трех Четырех Других людей Как я уже Сказал Начался Настоящий Кошмар Подбежали Охранники Открыли огонь А Мистер Картер Продолжал Стрелять Валив Охранники Его застрелили Было такое ощущение Что они убили Человека У которого Крышу сорвало Который сошел С ума И он лежал Там как Мертвый Сумасшедший Боже Это было ужасно Но потом Мы увидели Пластик И металл Видишь ли Это был Один из первых Синтов И мы поняли Что это Вовсе не человек Именно тогда Мы все поняли Институт Не просто существовал Где-то там Теперь он был Повсюду Среди нас Никто так и не узнал Почему Синт Известный Как мистер Картер Стал убивать Людей Кто-то считает Что им дистанционно Управлял Институт Который хотел Испытать его Эффективность В бою Другие говорят Что у него Произошел Сбой Гипотеза В пользу Которой Говорит Тикщики И изначально На удовольствие Которые Жители Даймонд Сити Считали Привилегией Человека Они ошибались А мы Да Объемный Труд Интересно Видите Все равно Интересно Узнать Все таки Чем дышит И как тут Они Все эти Местные Жители Так сказать Реагируют На проделки Института Ну давайте Попробуем Зайти В общественные События Познакомимся С так называемой Пайпер Она тут Главная Рада Тебя Видеть Комбез Комбез Почему ты Меня так Называешь Потому что Ты из Убежища Хоть ты И не Рассекаешь В их Фирменном Комбинезоне Тебя Выдают Пип Бой Это выражение Лица Как у рыбы Выброшенные Из воды Я предлагаю Тебе Вот что Мне нужно Интервью Хочу Написать О твоей Жизни Жителям Даймонд Сити Пора узнать Побольше о Содружестве Ну давай Дам я тебе Интервью Короче Я пойду С тобой Буду тебя Прикрывать Пока ты Привыкаешь К жизни На поверхности А ты Мне дашь Интервью По рукам Так А что Это будет За интервью Я спрошу Тебя Кто Ты спрошу Что думаешь О жизни Здесь И может Задам Пару Непростых Вопросов Чтобы было Поинтереснее Что скажешь Не сейчас Да Да Наверное Дорогуша Не сейчас Потому что Это может быть Затяжным Процессом Ребят Я знаю Что ее Можно потом Брать в Напарнице Эту Девочку Но мы Наверное Все таки С вами Так Не ладно Красть я пока Здесь ничего Не буду Мы Наверное С вами Ребят Сейчас Прогуляемся По городку И во первых Раз продадим Все вещички Потом будем Всем давать Интервью И более Платно Общаться Чтоб Мне уже С этим Хламом Там Сколько Больше Трехсот Килограмм На себе Пру Блин Тут у нас По ночи Время-то Уже Сколько Время-то Вечернее На помощь У нас Напали Рейдеры Помоги Нам Да Квест Нам Квестик Дал Чудачок Один Ладно Хорошо Если Пообщаемся Пообщаемся Общаемся С этим Роботом Он У нас Ночной Торговец То есть С утра И днем Торгуют Каждый Торговец Занимает Своё Место Соответствующее А по ночам Один Единственный Торговец В этом Городе С ним Также Можно Будет Распродавать Ему Вещи Но Мы Первым Делом Я хочу Знаете Что Посмотреть Что У нас Этот Вот Допустим На наш Лазерный Карабин То есть Пока Ничего Да А чё Я разве Фотонный Повышенная Точность Так Подожди Длинный Ствол Ну Длинный Ствол У нас Стоит Так Полная Ложа Полная Ложа Тоже Стоит Тут Можно Снайперскую Потом Ложа С компенсатором Так А по Прицелам Может Прицел Смогу Поставить Ага То есть Можем Поставить С вами Короткие Оптические Увеличенная Кратность Превосходная Точная Прицельная Стрельба Можно Даже Средний Поставить Нам Хватает Вот Не зря Я Наука Уровень Открыл Видите Соответственно Это позволяет Модифицировать Нам С вами Лазерное Оружие На данном Этапе Там Потом Еще Второй Уровень Надо Будет Открывать Ну Давайте У нас Сейчас Пока Снайперского Ствола Нет Поставим Наверное Прицель Будем С лазерного Долбить Большая Кратность Превосходная Точность Прицельной Стрельбы Ставим Его Ребят У нас Барахла Хватает Видите Там Стекло Пластмасса Клей Болт Все Это Необходимо Поставим Средний Прицел На этот Ствол Красота Так Что там Еще Можно Ну Ка Вот Луч Можем Поставить Луч Расщепитель Разделяет Световой Поток Увеличивая Зону Поражения Лазера Снежа Нет Это Вот Фокусировочное Устройство Увеличенная Дальность И точность Стрельбы Ослабленная Дача Вот Это Ставим Почему Не зря Прицел Поставил Такой Фокусировочный Направленный Луч Будет Точно В центр Бить В точку Определенно Увеличенная Дальность Тем более Не зря Прицельчик Линза С гироскопом Слабая Дача Уменьшенная Дальность Но это Для ближних Боев При такой Линзе Лучше Ставить Коллиматорный Прицел Потому что Это все Таки Для ближнего Боя Но раз Мы Воткнули Прицел Средней Дальности Поэтому Предлагаю Поставить Фокусировочное Устройство Мощный Делитель Луча Необходим Уровень 2 У нас Нет Поэтому Ставим Фокусировочное Устройство Наверное Да Увеличенная Дальность И точность Стрельбы Отлично Да Не зря Мы Весь Хлам Обратите Внимание Собирали Все Это Нам Пригодилось Вот Вот Это Уже Ствол Соответственно Другое Дело Ребят Другое Дело Все Болты Закончились Судя По всему Больше Мы Ничего Не Наворотим Но Засможем Переименовать Давайте Наверное Так И Сделаем Переименуем Наш Ствол Так А Переименовать А Подожди Переименовать Надо Выйти Нет Стоп Вот Переименовать Стволик Вот Этот Вот Вначале Да Так Ну Назовем Допустим Его Как то Так Да Лазер Ден Ну По крайней мере Зато Будет Понятно Что Это Мой Стволецкий Который Я Наворачивал Так А что Мы Еще Может На Что Нибудь Мне Хватит Так Лазер Более Или Менее Привели В Порядок Может Быть Что Нибудь Поставим С вами На Допустим На Что Коллиматорный Да В основном Стволы Здесь Пока Что У нас На Руках Говно Ребят Честно Вам Скажу Карабина Нет Я Вот Под 308 Калибр Хочу Карабинчик Под Наворотить Пока У нас На Руках Его Не Канает Не Вижу Я Боевого Дробовичка Также Нет В основном Это Все Шлак Вот Эти Гладкоствольные Конечно Их Можно Коллиматорный Наш Наворотить Который Мы Юз Ну Давайте Попробуем Может Что Нибудь Поставим Под Урон Легкий Ресивер У нас Стоит Автоматический С вами Повышенная Скорострельность На данном Этапе Малый Урон И Дальность Стрельбы Болтов Не Хватает Видите Как У нас С вами Стоит На Нем Открытый Прицел С Подсветкой Короткий Оптический Коллиматорный Болта Не Хватает Но Болт Можно Докупить Болт Можно Докупить Честно Говоря Не знаю Стоит Ли Ставить Вообще Этот Ствол Модифицировать Пока Не Будем Спешить Его Наверное Модифицировать А На Дробовик Мы Ничего Не Сможем Там Еще Поставить Допустим Где У Наш Дробовик Вот Короткий Мощный Давайте Посмотрим Усиленный Ресивер У нас Штатный Прицел Коллиматорный Не Хватает Ядерных Материалов Да И Болтов Да Пока Что Ничего Не Хватает Ну В принципе Можно У торговца Посмотреть Может Быть Это Есть Да Ладно Давайте Попробуем Поторговаться Поторговаться Тебе Даймонд А Стоит Пипбой Шэдоу Модификация Видите Я Двигаю Пипбой Мы Тени Появились От Предметов Вот Допустим Отойди Так Чтоб Вам Наглядно Было Видите Вот Допустим Пипбой Передвигаем От Лампы Тень Как Б Добавляет Тени Предметам Так Подожди Тоже Хорошая Модификация Опять же Это Для Атмосферы Там Она Кардинально Прям Ничего Не Меняет Но Тени Освещение От Пипбой Добавляет Это Радует Так Вот Допустим Видите От Него Тень Вот Я Пипбой Выключил Видите Нет Тени Включаю И Робот Дает Тень Посмотрите Я Вожу Пипбой Видите Да Такая Мелочь Но Приятная Опять же Называется Мод Пипбой Шэдоу Также Есть На Нексусе Все Красота Атмосферности Это Прибавляет Эффект Присутствия Добавляет Так Что Ты Продаешь Банка Жестяная Все Что Угодно Сэр Миссис Мир Нагордится Своей Коллекцией Всякой Всячиной Из разных Уголков Содружества Так Блин У меня Хлама Немерено Кроме Того Мы Готовы Купить Вещички Которые Вам Больше Не Нужны И Мы Открыты 24 Часа В сутки Там Что Локи Страйк Стояли Сигареты Видели На заднем Фоне Обмен Давай Покажи Что у Тебя Канай Экселент Экселент Так А у него Там Ядерных Материалов С болтами Нет Я Сейчас Коллиматор Воткну На свой Дробовичок С ним Мне Как-то Сподручнее Где Тут Хлам У него Оружие Хлама Нет Да Вот Хлам Давайте Что там Ядерный Материал И Болты Нам Нужны Да Сейчас Просто Это Купим Вот Ядерный Материал Будильник Болты Тоже Тоже Вот Болт Ну Там По-моему Два Ядерных Материала Требовалось Вот Еще Болт Сейчас Просто Купим И Потом Все Эти Деньги Вернем У Нас Очень Много Ребят Барахла Зато Поставим С вами Вот Ядерный Материал Еще Отлично Все Не Страшно То Что Там 100 Крышек Потратили 150 Сейчас Зато Поставим Коллиматора И Потом Эти Деньги Сейчас Вернем Где Дробовичок Ищем И Переименуем Заодно Короткий Мощный Давайте Переименуем Чтоб Так Жене Не Путаться С Этой Всей Бодягой Так Отлично Дробовик Дэна Ну Что Модифицируем Ставим Это Да Что Мы Хотели Штатный Прицел Коллиматор Вот Коллиматор Точка Коллиматорный Прицел Окружность Не Какая Нам Окружность Нужна Подожди Или Точка Открыт Открытый Прицел С Подсветкой Улучшенная Концентрация Точность Прицельной Стрельбы Ну Они Однотипные Какой Из них Я Не Помню Коллиматорный Прицел Точка Окружность По-моему Да Потому Что Там Окружность Так Точка Точка Нет Точка По-моему Да Коллиматорный Прицел Точка Все Ну-ка Дай-ка Я посмотрю Точно Я Прицел Поставил Сейчас Перезайдем Видите Тени Да Вот Сейчас Я Пипбой Вот Смотрите От станка Как бы Я Пипбой Потому что У меня Включенный Сейчас Выключаешь Нет Сейчас Включаем Видите Тени От станка Можно Вот так Отойти Они Как бы Двигаются Тени Живые Посмотрите На эти Тени Называется Мод Пипбой Шедо Это Как раз Очень Атмосферно Очень Ребят Но ФПС Он Просаживает Сразу Говорю Вот Эти Вот Движения Теней Это Мы То Играем На У кого Допустим Позволяет Машины Там Спору Нет Смело Ставьте У кого Как бы Это Имейте Ввиду Так Давайте Посмотрим Одежда Оружие То есть Правильно Я Поставил Где Там Дробовик Дэна Тот Который Я Хотел А Вот Там Красота Видите Чистые Линзы И Тоже Отражение Линзы Там Где Свет Как Не В Окуляр А В Линзу Мы Смотрим Видите Такое Небольшое Отражение Тоже Модификация Делает Красота Вот Сейчас Хотя Б Он Будет С Коллиматором У Нас Конечно Говно На самом Деле Дробовик Потом Боевой Ну На Первое Время Поставили То То есть Вот Допустим Я В Более Темное Пространство Смотрю Такой Мутный Оттенок На Линзе Сейчас Отвожу Смотрите Постепенно Она Чище Становится То есть Все Освещение Падающее На Эту Мой Мой Верный Пес Дай Ко Я У Тебя Наверное Все Сниму Все Прям Забираем У него Потому Что Сейчас Будем Распродавать Вообще Эту Броню Можно Разбирать На Столе Но Стали Нам Хватает Тем Более Вон У нас Будет Квартирка Впереди Ребят Посмотрите Там Видите Да Впереди Стоит Станок Для Починки Регулировки Брони И Рядом Дверь Вот Эта Дверь Как раз Ведет К нам В логово Наше Жилище Которое Мы Также Обставим Потом Вот Видите Да То есть Этот Городок Куда Более Подходящее Место Для Полномасштабного Жизни Блин Тут Все Вам И рестораны И торговцы И все Что Хочешь Так Поехали Слышь Банка Жестян Давай Ка Я Тебе Все Скидывать Ну Начнем Наверное Со Все Вот Посмотрите Сколько Хлава Там Какие-то Панталоны Ничемные Вот Давай Забирай Не буду Броню Наворачивать Будем На силовую Делать Упор Как я Изначально Для себя Решил В городе И так Будем Двигаться И Соответственно Забирай Все Это Дело Так Ну У него Крыша Кстати Говоря Не так Много Может У него И не Хватит Денег Зачем Я Одно Обручальное Кольцо Наверное Не надо Продавать Дорожная Одежда И Че Я Очки Сварщика Нечаянно Продал Очки Сварщика Тоже Заберу У тебя Это У меня Мне Для Ремонта Для Работы На Станках Так 270 Давай Вот Это Вот Бронь Шесть Дорожных Пять Тебе Продадим Да Бандана С черепами Для Бассиана Бандана С черепами 314 Крышек Так Еще Кое Что Допустим В оружии Хлама Немерено Так Где У нас Модификации Боеприпас А Мы Сейчас Знаете Как Сделаем Посмотрим Боеприпас Во первых Ядерных Блоков У него Есть У него Ядерные Блоки Ядерные Блоки Где Кстати Я не Помню Честно Скажу Вот Ядерный Блок Отлично Блин Нифига Сия Барыга Мать Твою 550 А Ты Смотри Ах Ты Сволочь Так Да Не Густо Но Честно Вам Скажу По Моему По Утру Будет По Выгоднее Цены Давай Пока Не Будем У Брать Не Патроны Ничего Просто Да Распродадим У него Там 90 Крышек А С Утра Поспим И Поторгуем Посмотрим Какие Цены У тех Там По-моему Гораздо Дешевле 400 Или 300 Стоит У Других Он Видишь Под вечер Взвинтил Я Там Кое Что Маневрировал Еще С ценами Ребят Там Стоит Экстрактор Этот Который Позволяет Извлекать Файлы Игры Так Что Тут Может Я Намудрил Сам Что У Мне Так Цены Но Вижу 550 Хочет Дробовик Ден Лазер Ден Давай Тебе На 90 Крышек Вот Допустим Коллиматор На Этот Наш Наверное Оставим Пока Раз Мы Уже Начали С ним Юзать А Вот Это Вот Забирай Легкий Десятимиллиметровый Так Ну На Десять Миллиметров У У меня Кстати Говоря Хватает Патрона Ох Ты У нас Тактический Легкий Смотрите С коллиматором Тогда Этот Продаем Будем Его Юзать Да То Вот Этот Коллиматор Легкий Можно Скидывать Вот Под 45 Так Даже Не знаю Оставить Его Пока Пока У нас Оружия Особо Нет На Руках Хорошего Ладно Пусть Будет Да Он Мощный Если Там Ближний Бой В голову Заряжать В лобешник Блин 45 Калибра Крушить Им черепа Помните Да Там У нас Получалось Неплохо Поэтому Пока Его Оставим Там Даже Можно Его Модифицировать Короткий Двуствольный Так Эти Продаем У нас Свой Дробовик Вот Он Короткий Лазерный Который Получили Мы В начале Игры Его Кстати Говоря На Всю На Всю Его Вроде Какой Там Миниган У Него Там Вот Вот Этот Шлаг Можно Сбросить У Него Там Денег Миниган Ты Собрался Да Ну Не Густо Мы Распродались Зато Хлам Конечно Я Броню Эту Продать Получилось У Меня Ладно Сейчас Мы Давайте Наверное Первым Делом Отойдем В Броне Вот Сюда Вот Потому Что В Торговцев Нет Сейчас Попробуем Наверное В гостиницу Пойдем И ложимся Спать С утра Будем Двигаться Тут Есть Гостиница Ресторанчик Небольшой Вот Ребята Что Хотелось Вам Показать Тут У нас Стойка Для Починки Робота Брони Будем Заниматься Броней У Этой Стойки А Здесь Дверь В Нашу Квартирку Она Стоит 2000 Тугриков Которые Надо Будет Заработать И купить Можно Будет Эту Квартиру У Секретарши У Мэра Купить Эту Квартирку И там Обжить Ее Тут Все Под Рукой Торговцы Дом Все Рядом Рестораны Видите Как Все Хорошо Так Босян Иди К сюда Я Тебе Что Скину Я Пока Перегружен Блин До Нельзя До Нельзя Перегружен Давай С утра Потом Я У Тебе Все Заберу Хлам Наверное Ему Скинем Весь Тут Видите Тоже Немерено Всего Блин Так Символически Чтоб Мне По Перегрузу Не Двигаться Все Идем В ресторанчик Я знаю Где тут Ресторан С утра Будем Дальше Вот Там Робот Можно Перекусить Осваивать Этот Город Ресторанчик У нас По Моему Был Где То Ребят Не Ресторанчик А Гостиница Так Называемая Там Высший Класс Проживает Чуть Выше Еще Одна Гостиница Есть Давайте Для Бедничков Вот Вам Пожалуйста Семья Запасных Заходим Погоди Ефим Я тебе Рассказываю Тут Так Вот Перехожу Я Речку Значит В чем Мать Родила И Тут Смотрите Смотрите На тени Пип Бой Шэдоу Мать Его Смотрите Видите Как тени Гуляют По стенам Это Потому Что Пип Не могу Вон Видишь Тени От Людей Вот Я Двигаюсь Смотрите Да Ну Опять Ж Он Немного Просаживает Падла Да Вообще Красота Так Что У вас Есть Новенького Ладно Давайте Пока Выключим Видишь Этот Бар Я За Него Человека Убил Ха Шучу Шучу Он Сам Умер Ладно Дай мне знать Если Соберешься Заказывать Вадим Наш Товарищ Это Твой Бар Чертовски Точно Подмечено Мы С братом Ефимом Делаем Лучше В Содружестве Самогон Называем Его Бобровская Брашка Покупатели Норовят Сразу Вырубиться Так Что Нам Пришлось Заняться Еще И Арендой Комнат Да Неплохо Вы тут Обустроились Что У тебя На Продажу Зачем Ограничивать Себя Одно Если Можешь Выпить Еще Да То есть У него Перекус Различный Да Кстати Говоря У нас Там Стимуляторов С вами Хватает Так Подожди О Так У нас 20 Штук Вполне Себе Так Что Даже Не вижу Смысла И еды У меня Хватает Так А у Кого Мне Номер Снять То Есть Тут Эти Жители Не Жители Да Ну Получается Для Местных Жителей Такой Небольшой Бордель Отель Мотель Бордель Так Вот По-моему У него Можно Будет Снять Сейчас Просто Поспим С утра Будем Решать Все Вопросы Ребят Семья Запасных Что ты Имел Ввиду Ничего Особенного Я тут Продам Еду Выпекую Комнаты В основном Торговцам Которые К нам Захажут Мой Брат Вадим Стоит За Варной Стойкой Скарлетт Официант И заодно Помогает Так сказать Нам во всем С порядком Слушай Я бы хотел У вас Снять Комнату У тебя Комната Номер Два Комната Номер Два Так Подожди Ребят Ага Нормально Так Вот Наша Комната Да Ну все Ложимся Спать Ложимся Спать Соответственно Да И потом Будем Босян Да блять Да куда Ты пошел Иди сюда Дурилка Ты картонная Давай сюда Захаживай Сейчас будем Спать Ну не хочешь Как хочешь Короче Я ложусь Спать Он сейчас Сам дверь Откроет Ложимся Спать С утра Перекусим Сколько там 10-19 Ну Часиков Я думаю 11 Можно поспать И потом Пойдем Разбираться Тут в этом Баре тоже Очень много Квестов Ребят И на Вадима Можно поработать Я это все Знаю Спешить Не будем Первым делом Я для себя Уже Определил Чем мы займемся Так Сейчас Присядем Сюда Перекусим То есть Я в курсе Что тут Можно квесты Вырулить Так Помощь Ну что Наверное С утра Кукурузу Можно Так Чтоб Не утяжеляться Не утяжеляться С утра Налегке Двигаться Кукурузку Скушаем Наверное Кексик Один Можно Веселые Ребята И Наверное Какой Нибудь Там Не Ну Мясо Это Тяжело Тяжело Сейчас Будет С утра Сахарные Бомбы Можно Намахнуть И Отполировать Ядер Колой Красота Ну-ка Что за Эффекты У нас Вот Они Эффекты Отображаются То что Мы Перекусили С вами Но Не Полностью Во первых Голода Состояние Сна Еды Усталости Нет Все Ждем Мода Вот Он Этот Мод Мод Который Добавляет Тени К Пик Бою Еще раз Повторяю Что Вот тут Наглядно Все Видно Видите Включил Выключил Включил Вот Они Эти Тени Они Передвигаются Динамически Да Классно Так Хорошо Выдвигаемся Чуть позже Будем общаться Со всеми Местными Обитателями Этого Мотеля Потому Во Смотрите Классика Видите Картины На классику Конечно Они размыты В оригинале Там они тоже Подробные Но там Они ущербные В каком плане Три Три варианта А я Живопись Установил Классику Картину Так что Когда дом Будем обустраивать Стены Обоев Тонец Будем Стены Обвешивать Картины У меня там Живопись Классика Эпохи Возрождения Ну Когда там Леонардо Потом Ну Не только Эпохи Возрождения Видите И здесь Картины Там Еще У меня Пабло Имеются Картины Абстракция Различная Так что Будем Все это Ставить Нам по вкусу Все Двинулись Ребят В городок Будем Общаться С местными Жителей